всем привет очередной бложек будет хотелось снять по рима за 500 или ротокс 503 не до ротокс 503 нормальное видео но так как нет времени надо быстро мотор отдать долго шли запчасти поэтому будет просто бложек скажу что сделал что сделал и что было лампочка это вроде точно лампочка сгорел в аккурат перед съемкой видео так это у нас старый коленвал получаться здесь заклинили подшипники и лопнула щека вот видно здесь трещину трещина идет сюда к пальцу и коленвал как бы щеки разъехались вот этот подшипник даже приварился пришлось его чтобы снять дистанционное колечко вот здесь стоит чтобы это колечко снять пришлось спиливать болгарка этот подшипник потому что он приварился даже к шейке коленвала вот то есть коленвал на выброс можно сказать от него так останутся ну права части и шатуны если что на ремонт потом кому-нибудь купили новый вал вал уже усиленный то есть вот здесь щеки у нас получается на этом валу здесь щека 7 миллиметров на этом вала щека 14 миллиметров это коленвал идет но образца то есть 100 вал уже снят с производства заменен вот на этот вал отдел подшипники отдел подшипники подготовил картер и в картере картере просверлил новое отверстие то есть она уходит отсюда же и приходит она у нас вот сюда теперь то есть было вот здесь перекрыто полностью подшипником а сейчас она выходит между дальним подшипником и сальником то есть все нормально просверливаться точно также сделано на 503 ротоксе то есть почти что сделали ротокс так не назовем видео вот осталось сейчас обезжирю вожу коленвал в картер грубо говоря собирая мотор по поршневой остается старые поршни померил их поршни сели на вось один поршень на 8 соток другой 9 на 9 соток но это нормально то есть поршни в процессе эксплуатации садятся то есть визуально у его износа нету то есть он нормальный не потертый ничего но размер у его ушел ушел просто от температуры цилиндры тоже цилиндры от номинала вот 72 в минусе один цилиндр 7 один цилиндр 7 соток другой цилиндр 6 соток то есть в принципе вдоб все в допусках то есть точиться не надо стоят оригинальные поршни до зазор в кольцах был большой то есть колечки поменяли и в принципе все остальное поставим пальчики новая сепараторы новая сальники новая просто перед рыхнем грубо говоря мотор не лопнул бы коленвал его бы все равно он но этот сезон сезон не сезон в этот год да в этот год было не заклинил на следующий год был он все равно у его заклинить может не заклинил бы но у его сальники текли во все щели то есть он уже начал подсасывать воздух через сальники его в любом случае надо было уже на следующий год перебирать как то вот так все собираю потому что парни время вообще поджимать на отдать уже можно сказать сегодня вечером а у меня осталось буквально четыре часа на сборку двигателя но все так как все подготовлено это произойдет думаю что нормально главное не торопиться все аккуратненько собрать ну и все ребятки последние вишенка на торте это было опрессовка двигателя давление держит давление держит все идеальненько кто будет например в домашних условиях опрессовывать да но сюда я не знаю на отпускные порты не знаю чего вы подберете например на глушитель выглядит как будто груша но это пыльник от шруза у меня еще один есть это у меня сделан под восход по моему под восход самое нормальное то есть если пыльник попадется не рваный без дырочки но он должен быть без дырочки по идее новый то есть вот один пыльничек этот а к пока по моему наружные для тайги для буранов я использую как и показывал на видео у меня сделаны заглушки потому что бурановские именно коллектора сами они по себе все дырявые то есть практически не никогда не попадаются чтобы был герметичный сварной шов то есть все время есть дырки и все время по ним стравлива вот как то так сейчас приедут забирать думаю работать будет нигде не травит как стоит давление так и стоит все и сейчас хотя бы появилась на им компрессиям то есть этот снегоход не первый раз у меня я наем делал на самом снегоходе менял ведомый вариатор и у него не было компрессии то есть там свечка выкручиваешь и продергиваешь там как будто ничего нет сейчас хотя бы она даже без свечек и чувствуется что цилиндры как бы сдавливают сдавливать есть давление почему у нас rms rmsz 500 или ротакс рот такс 503 терят компрессию очень быстро все из-за того что поршневое кольцо метод такую форму вот такую форму имеет но если разрезать его вот такую форму имеет поршневое кольцо так и вот так выглядит поршень до канавка поршня здесь второе поршневое кольцо и соответственно пошла ну с этой стороны также нижнее поршневое кольцо у нас вот такой формы трапецией дальний то есть сверху она скошена поэтому все кольца ставятся надписями то есть такие надписи есть на кольцах они ставятся к верху потому что сверху кольцо имеет форму трапеции это если к обычным кольцам но эти кольца не перепутать так вот что происходит то есть к пробегу там примеру если на хорошем масле то где-то три три тысячи пять тысяч пять тысяч это на хорошем масле до начинают забиваться вот эта полость канат ну то есть канавка поршневого кольца и кольцо просто-напросто клинит в поршни то есть она закоксовываться да а если на ездить на всяком говне то от тысячи до ну максимум двух тысяч километров мотор потеряет компрессию то есть если заводом было завода была там 910 компрессия то на плохом масле она уже к пробегу тысячи к двум станет там 76 может быть даже вот если на более качественную масле то она примерно где-то 3500 35000 все равно компрессия попадет на этом моторе его в любом случае да не надо переживать там например у вас там 45 тысяч километров к примеру да и пропала компрессия то есть дергайте там 6 атмосфер то есть это ничего страшного на этих моторах то есть на ротоксе на 503 на 500 рмз ничего страшного в этом нету просто снимаете цилиндры разбираете мотор чистите поршень от нагара колечки то есть если в колечке зазор будет там от 0 6 до 0 8 это еще нормально это в пределах допуска компрессия с таким зазором будет более менее хорошая еще то есть просто чистить от нагара и все удаляете нагар собирать обратно все мотор как песня будет работать не хуже чем был завода раньше вот только по этой причине эти моторы но как бы надо ревизировать раз там в 35 тысяч на этом будет все мы сделали из рмз 500 сделали почти не до ротокс 503 вот на этом всем подписывайтесь на канал следите за новым выпусками делитесь с друзьями вступайте в нашу группу вконтакте все всем удачи всем пока катайтесь парни не ломайтесь а